мы продолжаем работу на конференции организованной рекламной группой групп for media которая сегодня проходит под лозунгом создавая будущее вместе и прямо сейчас в нашей студии константин майор генеральный директор холдинга майор групп константин здравствуйте здравствуйте начну с важного акар подвела итоги развития рекламного рынка за первый квартал этого года но не была дана оценка не было опубликовано оценка по отдельным сегментом по вашим данным как рынок закончил первый квартал вы знаете рынок закончил первый квартал позитивно но все-таки есть эффект прошлого года и бы сказал на дрожжах прошлого прошлого года это тот эффект который позволил просто не думать о первом квартале первый квартал для нас был интересный вот все те планы которые мы ставили перед собой в декабре месяце мы их выполнили рынок в целом вырос на порядка 20 процентов 20 процентов это не маленькая цифра для первого квартала который не совсем такой активный хорошо тогда расскажите как заканчивается закончился второй квартал мне кажется апрель еще прошел по инерции ну как сказать как только у нас появилась но появились новые вводные на медиарынке так мы сразу почувствовали что рынок пошел вниз до большое количество рекламодателей крупнейших на зарубежных компаний они приостановили свои рекламные активности и естественно рынок начал притормаживаться и постепенно падать стагнировать а мы со своей стороны моментально так скажем начали переключаться на работу с нашими большими российскими брендами и понимали да что вот это приостановка бюджетов она не будет так скажем отложенной это будет остановка рекламных компаний и по факту вот я лично сам прогнозирую что рынок такой традиционной рекламы в особенности традиционной наружной рекламы это щиты переклейки остановочные комплексы да они могут упасть до 60 процентов этом году фиксируете ли вы приток новых рекламодателей и если да то компании из каких сегментов наиболее активно я бы выделил сегменты в первую очередь рынка финансовых услуг финансы и банковский сектор финансы банковский сектор это ведь то так скажем это отрасль которая активно подверглась изменению своих продуктов были одни проценты ставки стали другие проценты ставки были одним условия сейчас новые условия и мы уже за последние три месяца видим как эти ставки эти кредиты и эти пакеты предлагаемыми банками меняется уже в четвертый раз поэтому весь рынок финансового сектора он такой драйвер роста для нас вторым сектором я бы выбрал рынок недвижимости рынок недвижимости мы увидели как с увеличением ставки он подпросил и со второго квартала он начал сильно падать поэтому мы ожидаем июль август с большим спросом более бурный рост рынка рынка недвижимости конечно вот например есть форум движения которым мы принимали участие мы собрали там более 200 застройщиков со всей страны 65 регионов и все в один голос говорили что ожидают увеличение продаж именно на период июль август сентябрь но давайте назовем топ-3 рекламодателей банки и финансы недвижимость и вы не поверите российские социальные сети как ни странно для нас это большой плюс мы открываем новые возможности нашим брендам и в том числе нашим социальным сетям крупнейшие зарубежные социальные сети они претерпели изменения не доступными они стали недоступными да и сейчас для нас самое ключевое дать новые возможности дать новую точку роста нашим социальным медиа хорошо какое вы видите дальнейший дальнейшим развитием out of home в россии и большое развитие вообще digital наружной рекламы сейчас это такой триггер роста для рекламы в целом потому что это уже не просто наружная реклама например у нас это и прямые трансляции это по сути часть телевизора это у нас и сбор данных аналитика и и доходимость до людей через средства интернет это получается digital и это большие яркие форматы которые привлекают свое внимание то есть такой медиа три в одном который может ситуативно показывать свой контент который может давать новую точку роста любому практически бизнес который развивается в россии если говорить в целом о рынке наружной рекламы digital то за последние три года она претерпела большие изменения мы видим как рынок диджитала вырос за последние два года на 45 процентов а это же деньги это большие бюджета которые большие рекламодатели выделяют на размещение на тех или них конструкциях майор групп технологический лидер в россии как вы думаете как технологически будет развиваться цифровая наружка тем и на сегодняшний день получили уже 16 патентов на технологии связанные с digital наружной рекламой и мы на этом не будем устанавливаться у нас еще и запасе порядка десяти новых фишек которые мы презентуем в этом году но пока не раскрывает пока не будем раскрывать у нас сегодня с вами самое интересное время когда рекламодатели ждут новинок и вот постепенно начиная с августа месяца мы постепенно будем презентовать новые новинки и новые возможности для наших больших рекламодателей хорошо будем ждать расскажите как ваша компания проходит через непростой кризисный период большой кризисный период у нас был в в 2008 году в 2008 году у нас был первый кризисный период потом были еще несколько потом чем самая самая основной у нас был двадцатый это в момент пандемии я помню хорошо одно когда я собрал всю нашу команду это около 200 человек все таки мы работаем не только в москве и санкт-петербурге это ключевые города страны самые охватные города и когда мы собрались нашими сотрудниками и приняли решение работать дальше только необычным часовым рабочим 8 часовым рабочим днем работать пока есть возможность поэтому мы собрались мы сконсолидировались и мы за момент пандемии его не поверите за год пандемии мы выросли на 30 процентов как в деньгах так и в своих конструкциях то есть мы одновременно стали устанавливать новый инвентарь мы одновременно стали сделать делать большие сделки несмотря на то что было большое ограничение у рекламодателей с остановленными бюджетами то есть кризис для майор групп это окно возможности причем широкое окно если честно да вы уже понимаете всем большим брендом необходимо новая возможность работы с аудиторией новая возможность работы со своими потребителями вот наша команда настроена на то чтобы давать эти новые возможности слышать нашего клиента и находить потребителей для клиентов в наше интересное время вы стали коммуникационным партнером международного экономического форума в петербурге и это безусловно было зрелищно классно мощно и ново ждать ли еще каких-то коллабораций конечно вот мы уже стали традиционным партнером коммуникационным партнером санкт-петербургского экономического форума что я одно понял чем больше ты проводишь встреч с первыми лицами компании тем больше точка роста у тебя появляется тем больше возможности для роста тем больше возможности для коллаборации и для новых проектов мы будем сейчас свидетелями того что большие российские компании будут искать для себя новые подходы новые возможности и вот кто первый придет к ним на диалог то первый будет с ним устраивать коллаборации тот и будет развивать рынок и на питерском форуме мы провели более 40 переговоров например с первыми лицами и я увидел огонь в глазах каждого руководителя компании я понял задачи каждого этого руководителя компании и по сути мы пришли с большим техническим заданием на ближайший год какие цели и задачи ставят сейчас себе майоргрупп не останавливаться только развиваться мы будем масштабно расти как в наших конструкциях означает и охватах вот на сегодняшний день за целый месяц мы видим более двух миллиардов контактов благодаря своему технологическому комплексу который установлен наших медиафасадов медиэкранов это огромная цифра мы видим что каждый человек который проезжая у нашего медиэкрана медиафасада обладает определенными интересами возможностями но и финансами в том числе поэтому мы можем правильно работать с аудиторией с потенциальными клиентами и потребителями которых можно приводить к нашим же клиентам и встречаясь в том числе на питерском форуме мы понимали какие на сегодня есть интересы у наших клиентов какие есть потребности а самое ключевое какие планы на ближайший квартал потому что все сейчас сошлись от большого планирования к совсем краткосрочному кто-то вы не поверите планируется рекламной активности всего лишь на неделю кто-то на месяц кто-то начинает экспериментировать вот мы для того чтобы можно было и давать классический формат размещения на месяц и экспериментировать когда мы можем менять контент каждый день ведь на сегодня ситуативный маркетинг это наверное самая ключевая особенность рынка когда ты в момент в нужное время находишь информацию не только благодаря социальным сетям российским но еще и просто проезжая по большим магистрали москвы или любого региона например екатеринбурга то есть я правильно понимаю основным изменением которые вы фиксируете в бизнес запросах ваших клиентов является возможность смещения сроков планирования или что-то еще видеть целый комплекс на самом деле мир целый комплекс моментов с которыми надо работать это и смещение планирования это и приостановка прямо в момент бюджета потому что сейчас потребитель он не понятен никому он в напряжении сейчас потребителем в стрессе а вот то как побороть этот стресс то как начинать брать его вот так вот за руку так вот умничать да вот это отдельный подход это отдельная работа которой мы сейчас занимаемся видите ли вы приток среднего и малого бизнеса среди ваших клиентов мы делали ставку давно уже с момента пандемии на малом и среднем бизнесе мы разработали даже отдельную программу для поддержки малого и среднего бизнеса но вот например на форме движения в этом году мы подписали целый пакет который поддерживает небольших застройщиков с их инициативе в регионах более того даже некоторым застройщикам мы дали возможность бонусного размещения чтобы он попробовал но это касается небольших компаний далее мы поддерживаем а те бренды которые работают со спортом вы наверное слышали как мы в прошлом году поддержали наших олимпийцев и встретили их красивыми тезисами да спасибо родные и так далее так далее насколько было приятно олимпийцам почувствовать вот это вот это тепло это в эту встречу насколько было им важно что мы ждали их мы ждали от них побед и мы верили в них вот сейчас на сегодняшний день это касается не только олимпийских чемпионов в частности а каждый отдельный малый средний бизнес понимаете мы должны поддерживать и выстраивать отдельные отношения с каждой компанией есть небольшой автосервис есть небольшой магазин цветов а есть большой гипермаркет каждому должен быть отдельный подход у каждого свои задачи и в зависимости от каждого бюджета должен с ним выстраивать отдельная линия работы вот тот кто наиболее успешней выстроить отношения с малым средним бизнесом сегодня будет в следующем году номером один константин смотрите мы с вами разобрались что цифровая наружка драйвит рынок сейчас но что с теми игроками которые работают в рамках традиционной наружной рекламы выживут ли эти компании переживут ли они этот год хороший вопрос спасибо за него но я может быть жестко выражусь мы начали свою диджитализацию и работу с данными 7 лет назад за 7 лет мы выросли грандиозно а те компании которые до сих пор занимаются сменой баннеров так называемым винила или оклейки как вы думаете в какую во сколько раз подорожал сам материал мне кажется колоссально ну в как минимум в два-три раза представляете рекламодатель теперь вообще не готов платить за это получается те компании которые сидели и ждали этих запросов их вообще иметь сейчас не будут ждать нечего можно про закрывать компанию ходить рынка либо диджитализироваться насколько времени сейчас потребуется на вот эту диджитализацию это года а сейчас какого времени нет понимаете ни у кого сейчас такого времени нет нет ни у кого на переформатирование своей работы год лет сколько-то лет мы говорим с вами что мы сегодня живем мы сегодня бизнесом занимаемся мы делаем сегодня проект если мы сегодня делаем мы важны рынку а если мы только сегодня начинаем развивать свой бизнес личный то здесь уже может быть даже где-то поздно поэтому в этом году скорее всего будет падение около 60 процентов у традиционной рекламы это касается статичных конструкций но и все что к этому относится любая статика она считайте что остановила свое развитие в этом году точно может тогда есть смысл этим маленьким локальным игрокам кооперироваться с крупными гигантами рынка возможно вот возможно будет такая возможность такой коллаборации но мы пока это не рассматривали у нас сейчас понимание есть и мы сфокусированы на те технологии которые мы развиваем на уже нашем готовом инвентаре у нас есть собственный план развития на ближайшие три года и он большой и с учетом даже пандемии мы не на процент не скорректировались скорректировались но только в увеличенном увеличенный процент только большего коллега большое больше количество конструкций бы решили поставить предусмотрены ли в этом вашем трехлетнем плане какие-то стресс тесты на случай вот такой необычной весны я уже не верю вообще в стресс тесты в стрессовой ситуации уже можно сказать закалился и я только улыбаюсь честно говоря когда вижу какие-то препятствия любая проблема это не проблемы точка роста для меня и для моей команды моя команда к этому привыкла да потому что сколько мы кризисов уже пережили мы уже с вами сегодня перечислили как минимум четыре а ведь под каждый кризис нужно было адаптироваться чтобы в тебя поверили чтобы ты мог в кого-то поверить вот у нас та команда и у нас такой дух в компании дух доверия наверное он помогает мне развиваться и нашим сотрудникам константин благодарю вас за интервью спасибо